Всем привет! Это подкаст «Только спорт. Вне игры», в котором мы говорим обо всём, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Дашка Нурбаева. И на протяжении первого сезона подкаста в прошлом году у нас была нерегулярная рубрика «Оли Гуннер Сульшер. Скорее жив или скорее мёртв?». И вот сейчас кажется, что после поражения Манчестера Юнайтед от Ливерпуля с дичайшим счётом 5-0 пришла пора эту рубрику возродить. Даша, как ты отвечаешь на этот вопрос после того, как увидела разгром на Олд Траффорд своими глазами? Справедливость, ради это не первый разгром на Олд Траффорд, который я вижу своими глазами. В прошлом году примерно в эти же даты мы с тобой обсуждали 1-6 от Тоттенхэма, поэтому мне кажется, что это стабильно. Плюс в интернете начали появляться подборки, что у Юнайтед вообще октябрь какой-то плохой месяц, что почти все большие и очень болезненные разгромы, они случаются именно где-то вот здесь. Хотя на самом деле у всех клубов, видимо, бывают такие неудачные месяцы. Ливерпуль обычно в январе там сыпется, то есть у каждого какие-то такие... Харикейн в августе сыпется, да, всегда. Абсолютно точно, да, когда трансферное окно закрывается и там факс не успевает дойти ни до кого. У меня очень много мыслей на этот счет, и я провела все начало этой недели в состоянии, когда на меня со всех сторон сыпались трансферные слухи, и все очень хотели со мной почему-то их обсудить. И все писали мне, что вот Абутсан написал, Абутгардиан написал. Я говорю, ну, в следующей ситуации после 5-0 даже я могу написать, что по данным, значит, подкаста вне игры в раздевалке недовольны Сульшером. Ну, потому что это логичные вещи. После таких матчей появляются тут же, значит, слухи о каких-то увольнениях от каких-то новых тренеров. Естественно, тут же перебрали всех, кто сидит без работы, и предложили им уже там работу на Олд Траффорд. В общем, я честно скажу, я не знаю, мне хочется верить, что он скорее жив. Если в прошлом сезоне как-то я его настойчиво хотела уволить, то в этом сезоне все-таки я прониклась. Может, у меня уже, конечно, стокгольмские синдромы, мне хочется, чтобы Сульшер всегда был, потому что, ну, не знаю, с ним весело, как бы, из The United всегда следить весело, и всегда какой бы ни был результат, он все равно выходит потом к журналистам и улыбается. Поэтому, в общем, он непрошибаемый какой-то, абсолютный, хотя, может быть, он уже на каких-нибудь там транквилизаторах сидит, чтобы как-то поспокойнее быть. Но, в общем, да, понятно, что ничего не понятно, но мы сегодня видим, да, весь выпуск будем обсуждать исключительно этот матч, потому что тем для разговоров там безумное количество. Да, и причем вот эта вот особенность Сульшера, что он действительно, несмотря на какие-то неудачи и так далее, остается спокойным, остается выдержанным, не теряет какого-то самообладания и вроде бы не меняет свое поведение, ни на бровке, ни во время матча, то есть нет такого, что он там после третьего гола выбегает на поле, начинает орать, что соберитесь. Но, кстати, он вышел к бровке уже после второго гола, что случилось на 15-й минуте. Он, на самом деле, на кромку поля-то по ходу матча выходит не так часто. То есть в основном у него есть специально обученные куда более эмоциональные люди, в штабе это Джек Эрик, который постоянно там всем машет руками, а тут уже, да, после второго гола Сульшер пошел что-то там объяснять, и, как я видела, вот эти его объяснения попали потом в трансляцию, что над ним якобы Криштиан Роналду издевался, что там после какого-то момента Криштиану так в шутку тоже начал там пальцами перед глазами, собственно, двигать, как это обычно тренеры делают, да. И мне кажется, кстати, что когда тренеры пытаются вот так что-то на пальцах объяснить, ну, мне вообще ничего не понятно со стороны. Я не знаю, как, наверное, футболистам. Видимо, игрокам тоже, судя по жестам Роналду. Абсолютно точно, потому что вот эти, у них вечно там то один, то два пальца, и вот они между собой их двигают, играя, не знаю, в что это, в какую игру, кто между кем там должен двигаться. Но, в общем, да, нет, Сульшер был чуть более, наверное, эмоционален, чем всегда. Ну, мне кажется, что если бы он бы вел себя вообще совершенно непроницаемо при 5-0, было бы как-то совсем непорядочно. Я к тому, что он совершенно точно это культивирует сознательно. Это не просто он какая-то там дохлая рыба в эмоциональном смысле. Для норвежцев, наверное, можно такой эпитет, такое сравнение употреблять. Они не очень обидятся. Но смысл в том, что он с самого начала, когда вот он еще даже, когда еще играл в Манчестер Юнайтед, все говорили, что он был такой мистер-найс-гай, то есть человек, который всем нравится, и который делал все, чтобы всем нравится, и не от какой-то там низкой самооценки, а просто это его вот такой план на жизнь, на карьеру, на построение взаимоотношений. И после каких-то первых неожиданных поражений во главе Юнайтед, был такой момент, когда они с Сити шли вровень и, в общем, претендовали на то, чтобы побороться за чемпионство, и неожиданно проиграли Шеффелд Юнайтед 1-2. И ветераны клуба удивлялись, вернее, ветераны команды удивлялись, что Сульшер после этого не устроил головомойку, не устроил вот этот вот фен фергюсоновский, хотя он на него, по идее, насмотрелся сам и мог бы, в общем, повторить. И всем казалось, что это нужно команде, но он сказал, что принимаем это поражение и идем дальше, как говорят у нас в чемпионате России. Но он делает это сознательно. И вот еще одна деталь, по которой совершенно точно потребуется твой комментарий, экспертный, оказывается, он еще тоже со времен игры в Юнайтед, когда вернулся Юнайтед, он привозит с собой норвежские конфеты и кормит ими персонал клуба. То есть, вот прям приносит кому-то, там, массажерам, значит, тем, кто работает в столу, в общем, всем-всем. Насколько я знаю, по моим инсайдерским данным, которые скоро тоже, видимо, опубликуют в Атлетик, ты тоже брат кастеров, коллег своих на кромке поля, на кромке стадионов АПЛ иногда подкармливаешь конфетами. Расскажи про эту традицию, потом у меня будет вопрос по теме. Я регулярно это делаю, и, ну, как, знаете, еще знаменитый ученый Павлов, да, учил это, что как бы рефлексы, да, если ты кормишь кого-то, то они потом очень радостно на тебя реагируют, и у них вырабатывается там слюна, даже если ты не приносишь в какой-то момент им уже еду. Не, шутки шутками, на самом деле. Я просто на прошлой неделе была в Москве на матче Спартак-Лестер, очень порадовалась по этому, в общем, как вы понимаете, и привезла из Москвы конфеты, но, на самом деле, я иногда и здесь их покупаю, потому что здесь есть русские магазины в Лондоне, и, ну, это всегда мило. У нас, на самом деле, еще с прошлого сезона есть традиция с бродкастерами, кто работал в пандемию и в локдауны, мы приносили там по очереди шоколадки на матч, просто чтобы как-то было немножко повеселее смотреть футбол на пустых стадионах, а здесь, да, я вот на... Я принесла мешочек с самыми разными там конфетами, которые, в общем, накупила во всех этих там родфронтах и красных октябрях, привезла любимым менеджерам, которые ответственны за связь журналистов, собственно, с клубами, которые выдают нам людей на послематчевые интервью, привезла им шоколадки Аленка, которую все очень любят и говорят, что это baby face chocolate, да, потому что такое детское лицо, собственно, на этикетке. И да, всех накормила, все были рады. Как я потом обсудила с коллегой из Польши, она до того, как работала в премьер-лиге, она работала в Crystal Palace, и вот в Crystal Palace у нее тоже была кличка типа Candy Lady, потому что она вечно всех, значит, кормила конфетами. Возможно, это какая-то восточноевропейская штука, но, судя по Сульшеру, не только. Просто это вот какая-то история про то, чтобы сделать приятное другим людям. Все очень порадовались, все, к сожалению, не дошло до обсуждений, потому что я специально привезла еще конфеты с названием «Птичье молоко», «Раковые шейки» и «Гусиные лапки». Вот этот знаменитый российский нейминг наименования конфет, это, конечно, не знаю, откуда они все это брали. И мне кажется, что вот в переводе тут бы у людей начался ступор, но нам было не до этого перед матчем. Поэтому я конфетами всех накормила, все остались, в общем, более-менее довольными. А теперь, собственно, вопрос. Как ты думаешь, вот есть ли такой позитивный образ тебя, как человека, который подкармливает коллег конфетами, можно ли бы это было бы... Спасет ли он меня от увольнения, если вдруг я проиграю кому-то пять? Да-да-да, можно ли бы это было бы конвертировать в твой авторитет, если бы ты внезапно этими людьми всеми начала руководить? Вот многие как раз Сульшера обвиняют в том, что он приятный-приятный, дело с ним иметь прекрасно, но у него недостаточно авторитета, чтобы всех этих людей с фамилией Пагба выстроить, в общем, дать им нагоняя и заставить их делать что-то, ну, чтобы они не удалялись 15 минут после выхода на поле. Возможно, проблема в том, что он кормит конфетами всяких бабушек на базе и остальных, но не кормит они непосредственно футболистов, потому что, как мы знаем, есть Криштиану Роналду, который не дает никому есть десерт, и как бы все вот эти конфеты уходят в никуда, это один вариант. Вторая логика, я думаю, что многие наши зрители, и мы тоже с тобой смотрели прекрасный сериал Тед Ласса, где главный герой, собственно, тоже кормил, правда, не футболистов, а своего президента этими печеньками, причем свежевыпеченными накануне в собственной духовке, поэтому вот, возможно, Сульшер, да, там это подсмотрел, или создатели сериала подсмотрели Сульшера, так что, ну, там у Тед Ласса тоже, в общем, не все всегда удачно было, но мне кажется, что это в качестве создания имиджа милого, приятного человека очень-очень здорово, но вот в вопросах, если вдруг внезапно я начну руководить себя международными бродкастерами, возможно, если я буду приводить им потом на интервью только Арна Ван Бисаку, то это не сильно спасет меня, все мои конфеты и все мои шоколадки, поэтому не знаю, может быть, Сульшеру надо что-то... Хотя из Норвегии там особо и привозить-то нечего, там не треску же ему привозить в консервах, в конце концов. Ну, мы не знаем, что там, может, там действительно треска в шоколаде или что-то в этом роде, я не могу себе представить. И эти люди еще как-то жалуются на то, что я люблю Марс в Кляре из Шотландии, но, слушайте, треска в шоколаде, это, мне кажется, совсем уже куда-то не туда. Ну, так вот, хочется понять вообще, как это проявляется или не проявляется то, что у Сульшера, возможно, действительно нет контакта с игроками. И самое главное, что сейчас все больше люди начинают предполагать, что у него возник таки этот, может быть, негласный, но какой-то конфликт с Роналду, что Роналду приходит, это человек, который по своему масштабу, возможно, как-то должен влиять на игру примерно так же, как тренер. И у них с ним как-то, видимо, очевидно, не складывается. Роналду чем-то все время недоволен тем, что не забивает или тем, что не играет постоянно. И вроде бы как будто бы поменять в данной ситуации Сульшера просто проще, чем, например, Роналду на лавку усадить. Но вот у нас есть тут один отзыв от наших читателей, которым мы такой же вопрос задали. И один из них по имени Вильям, он прямо-таки очень резко заявляет, что Сульшера надо однозначно оставить, потому что все, что он сделал с Юнайтед после прихода, скорее положительное. Но, говорит, обязательно оставлять его на том условии, чтобы прибить большими гвоздями Роналду к лавке и выпускать его только на замены. Вот как ты думаешь, это вообще возможно? Это же наверняка вопрос на пресс-конференциях сейчас постоянно Сульшеру задают и так далее. Возможно ли пожертвовать Роналду хотя бы на какое-то время в качестве игрока основы Юнайтед, чтобы вернуть хотя бы то, что было до Роналду? Потому что у Сульшера такое впечатление, что без него получалось чуть чаще. И пойдет ли он вообще на такое? Надо понимать, что до прихода Роналду у Юнайтед, по крайней мере, в этом сезоне, больших матчей-то не было. То есть у них большие матчи пошли только сейчас. И вот ближайшие несколько туров, конечно, будут сильно решающими. И мы абсолютно точно не обсуждаем тактику в этом подкасте, но многие же всегда говорят, что Сульшер идеально выступал именно в больших матчах, когда он мог, в общем, играть от соперника и, в общем, сделать все с тактической точки зрения, чтобы сломать игру сопернику. А тут якобы многие пеняют на него, что против Ливерпуля он вдруг решил, что ладно, все хорошо, у нас отличная команда, мы будем сейчас смело, шашками наголо, от себя играть, что называется. Ну, от себя играть не получилось. Мне кажется, что это может реализоваться, если Сульшер сможет объяснить это у Роналду. То есть если это будет человеческий разговор, и если Роналду, у него же тоже такая позиция, он, с одной стороны, хочет и сам всегда достигать суперкрутых успехов, и чтобы команда, в которой он играл, тоже достигала успехов. Если как бы Роналду будет выходить, а Роналду, кстати, между прочим, тоже не забил Ливерпулю, ну, то есть как бы и тут говорить, что весь Юнайтед провалился, но если Роналду такой гениальный, иди вперед как бы, и забивай не из офсайдов, да. И если Сульшер объяснит ему, что у него есть какое-то видение, например, да, что вот сейчас до Нового года мы играем там, ты будешь выходить в Лиге Чемпионов, там, всех спасать, и вообще это будет вот твой турнир, ты будешь забивать там по хэт-трикам, по сколько угодно, мячей всяким Норвичем, но вот в больших матчах мы понимаем все, как ты вообще важен, нужен, но мы будем начинать без тебя, а потом выпускать тебя как этой атомной бомбардировкой под самый конец уже, и вот на последние 20 минут на измочайленный, там, не знаю, Манчестер-Сити, кто угодно, Челси, да, ты вот якобы будешь что-то делать, добавить результат. Я взяла такая из головы, сейчас я придумала гениальную тактику, да, по спасению Юнайтед на отрезок сезона. Просто главный вопрос, мне кажется, сейчас, есть у Сульшера понимание, как спасать ситуацию или нет? То есть это вот единственный вопрос, который надо задавать ему, это единственный вопрос, который, наверное, ему задает руководство, и есть ли в этой спасательной операции как бы вариант, как встроить туда Роналду. Но с другой стороны, как бы, Ронал уже единым, да, как встраивать Пагба, тоже не до конца понятно. Там очень многие, вот мои коллеги, мы сидели на матче, и мы смотрели, как разминается Кавани, и совершенно не понимали, почему Кавани не выпустили раньше. То есть как бы, а он вот, у него в Юнайтед уже такой статус суперзапасного. Как бы было бы странно, если бы мы сейчас с тобой в подкасте взяли и решили все проблемы Юнайтед, да, так и внезапно. Там, конечно, объявили уже, что на этой, по-моему, неделе на Олд Траффорд проходит ярмарка вакансий, да. Это действительно совершенно смешная история, почему Интернет разлетелось, что действительно так совпало, что вот клуб там в ближайшие выходные проводит какое-то там мероприятие по найму сотрудников. Но вряд ли там открытая позиция на место главного тренера уже. Ну а когда мы говорим про вот эти все вещи, что типа Роналду, не знаю, может не уважать Сульшера, что Сульшера у нас достаточно крутая репутация. Слушайте, людей, которых уважает Роналду, если мы так репутациями меряемся, ну только Зидан, да, наверное, в силу его заслуг как игроком, так и тренером. Потому что, ну кто, ну Гвардиола, наверное, да, там. Ну с Гвардиолой не сложилось этим летом, сорян. Вот, поэтому как бы подбирать тренера под звезд, ну футбол все-таки командная игра, да. И с другой стороны, пусть, не знаю, Роналду приносят какие-то бизнесовые и рекламные плюшки Юнайтеда и победы в Лиге Чемпионов, а в чемпионате как-то это будет, может быть, с меньшим его участием. Мне, правда, мне искренне хочется, чтобы у Юнайтеда все наладовалось, не потому что я такой внезапный фанат Юнайтеда, а потому что мне хочется, чтобы была там круче гонка, да. Сейчас уже понятно, что у нас вот тройка вроде как отрывается и уходит туда вот в битву за чемпионство, но будет месиво какое-то за топ-4 с кучей команд, которые сейчас, по-моему, реально с четвертого там по девятое место, там три очка между ними всеми. Мне хочется, чтобы был сильный Юнайтед. Мне точно так же хочется, чтобы был сильный и Эвертон, и, не знаю, и Брайтон, и кто угодно. Поэтому клубов, в которых можно посмотреть на какое-то безумие, но для этого у нас есть Арсенал, и для этого я съездила в Москву и посмотрела на матч Спартака. Можно как бы здесь в АПЛ как-то нормальный будет футбол, и какие-то нормальные сюжеты? Самое смешное, что тут непонятно, что приведет к большему бардаку увольнения Сульшера или, например, его своевременной замены на другого тренера, и то, и другое может привести, и может и не привести. Мы, да, не знаем. Вот есть другое мнение, которое Дмитрий нам прислал, оно абсолютно радикальное. Он пишет, что для Манчесту на этот сезон завершен, можно взять только Кубок Англии, да и то вряд ли. В АПЛ уже ничего не светит, Кубок Лиги слит, в Лиге Чемпионов тоже без шансов. Ну, радикальное мнение, я предупреждал. Девятый тур у нас, да, сейчас идет? Да, да, да. Все пропало. И Сульшер не может ни мотивировать игроков, ни подготовить тактически. Ожидать от него дальнейшего роста – это как ждать от Жигулей победы в Формуле-1. Мощь. Я думаю, что кто-то наверняка это разделяет. Среди болельщиков уж точно, особенно среди пламенных болельщиков. МЮ кто-то, наверное, эту точку зрения поддерживает. Но тут вот что интересно еще, что действительно просто реально сложно представить еще, и кто, как тут экстренно менять тренера, и зачем это делать действительно так рано в сезоне. И ведь Манчестер Юнайтед, вот даже когда я представляю себе какие-то потенциальные переговоры с Антонио Конте или с Зиданом, который вроде как с звездами умеет обращаться, я прямо понимаю, насколько это приход такого статусного тренера. Мне кажется, он обрушит на него еще больше прессинга, чем на Сульшера, который ему хотя бы за счет статуса клубной легенды и плохого фона, на котором он приходил, предыдущих тренеров, просто выдали сразу больше авансов. А тут понятно, что топ-тренеры должны уметь справляться с этим давлением, но вот как будто бы действительно дать именно Сульшеру доработать до конца сезона кажется прямо более логичным вариантом. Особенно странно мне видеть слухи о том, что игра с Тоттенхэмом в следующем туре будет решающей для судьбы Сульшера в Юнайтед. Но это вообще максимально странно. Человек у вас тут работает несколько лет. И это причем такая информация, которая, я так понимаю, заслуживает какого-то доверия, нормальный инсайд от Атлетик. Не знаю, логика, видимо, такая. Если он не справится с кризисным клубом другим, то на что он вообще способен? Но это странно, потому что опять-таки... С другой стороны, матчи кризисных клубов всегда это такая просто вот абсолютный рандом. Там вообще может что угодно случиться. Там может сейчас, не знаю, у Харрикейна какое-то провидение обнаружится. Это очень странно. Я таким слухам обычно не верю, но понимаю, что это может быть как ультиматум от руководства. Хотя там Вудвард и даже Фергюсон, которого было тяжело смотреть во время этого матча, они уже поддержали Сульшера. И, собственно, решение будет принимать один из Глейзеров. Но если он собирается принять такое решение, это будет очень странно, потому что слишком радикальный способ мотивации. Чувак, у тебя последний шанс обыграть Тоттенхэм, а не Тоу Воли. А потом Манчестер-Сити, да, как бы. Ну, так себя, правда, в реакции. Мне кажется, что вот ты уже упомянул Сэра Алекса. У Сульшера есть то, что чего не будет ни у какого другого тренера, как бы не умел, он хорошо работает со звездами. У него есть, знаешь, вот... Можно вызвать начальника, да, всегда такого, как это. Если дети вдруг шалят, то можно директора вызвать. Вот появлялись же слухи буквально на днях, что якобы в понедельник на базу приехал Фергюсон и якобы там, не знаю, провел какой-то там психологический монолог или, не знаю, уж мотивировал, что он там сказал. Ну, не то, чтобы наявитничал Сульшер, да, там, на своих подчиненных, но вот такого доступа и, мне кажется, такого... За другого любого тренера как бы никто не будет так стоять, как за Сульшера, но он просто свой. И вот в Юнайтед, в нынешнем, это очень многое может решать, что, как бы, если у него есть там защита Фергюсона, то это прям очень серьезный козырь в любых, мне кажется, переговорах. Поэтому так что да, мне кажется, что здесь Сульшер чуть более защищен, чем кто бы то ни было. Прошедшее воскресенье был такой большой день европейских дерби. Спартак с Зенитом играл, Барселона с Мадридом, ПСЖ с Марселем и так далее, и так далее. Ну, и Мью с Ливерпулем тоже. Я вот как раз попал на матч Барселоны-Реал-Мадрид и во втором тайме не удержался, все-таки включил Манчестер на этот Ливерпуль, не потому что классика была какой-то скучной, а потому что уж очень хотелось посмотреть, чего там происходит в главном, собственно, английском матче. И что мне, какая мне тут параллель сразу пришла в голову? После того, как Барселона проиграла этот матч, проиграла, в общем, совершенно не стыдно, не настолько кошмарно, не настолько позорно, как Манчестер Юнайтед, хотя, в принципе, тоже без вариантов, Реал действительно был сильнее. Меня очень потрясли кадры, как потом болельщики Барселоны блокируют машину Кумана, не дают ей выехать со стадиона. И, как сказать, это же тоже... Тут не очень понятно, что для них бы явилось нормальным результатом. Например, выиграл бы он эта классика при равной игре, это же не обозначало конец их проблем ни в коей степени. То есть, потому что действительно с Куманом там проблемы, действительно, если они хотят, чтобы они решились, тут нужно ждать, давать время, скорее поддерживать тренера, чем выгонять его тоже. В октябре, через пару месяцев после старта чемпионата, а тут прямо уже какая-то ненависть, причем ненависть, которая обрушивается не по делу. То же самое, что и с Сульшером, которого вроде все уважали, но вот после этого поражения как будто бы резко переобулись и стали считать, что он вообще никогда ничего нигде не добьется. Это прямо, мне кажется, худшее, что есть в работе тренеров. И главное, от чего хочется болельщиков предостеречь, потому что в этот момент становится тренеров сильно жалко. И понимаешь, что вот именно такая реакция прямо незаслуженная. Она не стоит того, даже если ты потерял контроль над командой в самом важном, в самом принципиальном матче, то это не делает тебя некомпетентным моментально. Нет, есть просто проблема же всегда в этом предъявлении решения в этой эмоциональной стороне футбола, что многие говорят, чемпионство не выигрывается в матче против Ливерпуля и Челси и Манчестер-Сити. Чемпионство выигрывается в матче против Норвича и Нью-Касла и всего остального. То есть как бы и проигрывается, соответственно, как правило, тоже именно в таких матчах против там середняков и команд нижней половины таблицы. Понятно, что сейчас очень большая эмоциональная эта волна, но я и перед матчем, и после матча говорила с болельщиками Юнайтед, и вот именно у болельщиков Юнайтед нет какого-то истеричного восприятия, ну, по крайней мере, тех, с кем я говорила. И мне кажется, что все, что мы сейчас слышим про Сульшер, это действительно спасибо нам, спасибо средствам массовой информации, которые нагнетают больше, чем хотелось бы, и создают вот это ощущение, что, о боже, все пропало. Показательный момент, который я обсуждаю все выходные и все начало этой недели, он попал в трансляцию, что там после пятого гола якобы болельщики начали покидать стадион, и там был план с общей камеры, которая на дроне или на вертолете началась стадионом, и видно якобы, как там несколько десятков или пару сотен человек уходят, собственно, со стороны Алтрафа. Я была внутри стадиона в этот момент. Мне многие начали писать, что вот там, значит, все пропало, все уходят, значит, Сульшера уволят прямо сейчас на послематч его флэш-интервью, он скажет, что он подает в отставку. Я знаю, как выглядят стадионы, из которых уходят болельщики. Стадион Арсенала, привет, да? Это мы все, кто были когда-то на стадионах, команда, когда разгромно проигрывает, как это выглядит изнутри, как выглядит изнутри вот это опустошение секторов, как выглядят заполненные лестницы, по которым люди, собственно, вытягиваются наружу. Этого не было на Алтрафа, как бы. Мне могут сейчас привезти еще там три десятка фотографий, я говорю то, что я видела. Я была на трибуне, я смотрела на центральные трибуны и как бы вот на боковые. Возможно, центральные трибуны, там, випы, сидящие возле, собственно, Сэра Алексея Фергюсона, все так начали резво уходить. Но не было ощущения, наверное, минут до 80-й, что как бы Алтрафа встал и вышел недоволен собой. Более того, Алтрафа пел, Алтрафа пел как бы до последнего. Да, не все там 75 тысяч человек до единого, 80, сколько у него вместимость, но была группа болельщиков, которая оставалась уже после того, как матч закончился, оставалась на послематчевое интервью, которая пела там, что United, мы любим тебя. И вот, по крайней мере, внутри стадиона, по крайней мере, внутри вот этой вот ячейки болельщиков, которые, собственно, готовы платить деньги для того, чтобы ходить на стадион, и, ну, наверное, я могу назвать их самыми преданными болельщиками United, да, потому что люди, которых там мембершип просто годами и десятилетиями, не было ощущения истерики, хотя это был проигранный самый принципиальный для них матч. Хотя они все эти 80 минут, 90, слушали издевательства с гостевой трибуны, которая там, конечно, запевала, что All is at the wheel, да, вот эта любимая песня про то там, как силен Сульшер. Но у меня вот после поездки в Манчестер непосредственно нахождение на Ултраффорд и разговора с болельщиками United, у меня нет ощущения, что именно внутри United там какая-то истерика. У меня есть ощущение, что истерика внутри, как это всегда бывает, и поэтому, собственно, мы это обсуждаем и истерим несколько здесь. Но вот мне поэтому именно хочется, чтобы как-то все это у Сульшера там продолжалось, потому что я могу понять ситуацию, там, не знаю, Нью-Касла, да, где, очевидно, все внутри ненавидели Майкла Эшли, да, и теперь все внутри радуются. А вот здесь у меня нет такого четкого понимания. И как бы все, в принципе, ну, многие болельщики стоят за Сульшером, многие звезды стоят за Сульшером, многие экс-футболисты тоже, там, Гарри Невилл ведет, значит, священную свою войну в Твиттере, отбиваясь от всех, от кого только можно. Поэтому хочется верить, что это не будет, да, история, что а теперь до первого промаха, да, вот ладно, обыграл Тодденхам, но потом в следующем туре у тебя Сити, и вот если их не обыграешь, то вот тогда точно уволим. Но это какой-то шантаж и детский сад уже получается. Я полностью согласен. И приятно, конечно, что есть среди даже таких дайхард-болельщиков люди, которые все-таки как-то готовы тренера поддерживать. Раз уж я вспомнил про классика, отвечу на еще один вопрос, Максим его задает. Какая игра более статусная, МЮ Ливерпуль или Реал Барселона? Наверное, тут нужно какую-то оптику задать, с чьей точки зрения более статусная. Но я так скажу, безусловно, МЮ Ливерпуль – самое важное противостояние внутри Премьер-лиги, тут нет никаких сомнений, просто из-за количества трофеев, из-за какого-то интереса, который все это генерирует. Ясно, что последние годы нам диктуют важность матча Ливерпуль-Манчестер-Сити, но это потому что сейчас. А так, если брать какие-то десятилетия, то это важно. Но при этом в английском футболе больше распространена такая история, что если ты болеешь за Брайтон или за Норвич, за команды, которые даже не всегда играют в Премьер-лиге постоянно, вряд ли Манчестер-Юнайтед или Ливерпуль будут твоей второй командой. Почти наверняка нет, даже если твоя команда нерегулярно в Премьер-лиге играет. А в Испании чаще бывает такое, что ты можешь болеть за Кадис и за Реал-Мадрид. Ты можешь болеть за Асасуну Асасуну и Барселону. То есть, ну, наверное, Валенсия и Барселона невозможно такое сочетание, или там, не знаю, Атлетика и Реал уж точно невозможно, но все равно больше, я бы сказал, что половина команд Ла-Лиги и их болельщики могут Реал и Барселону рассматривать как вторую команду, поэтому для них классика в целом важнее в рамках Лиги. Недавно, когда Месси и Христиану играли в классика, понятно, что это, наверное, и в мировом масштабе был более крутой матч, поскольку Барселона, Ман-Юнайтед и Реал всегда стабильно в топ-3 клубов еще и с болельщиками по всему миру, то, ну, наверное, вопрос такой все-таки более статусный как-то в сторону Испании склоняется, но то, что вот на момент воскресенья 24 октября, мне кажется, КМЮ и Ливерпуль было в мире точно больше внимания, чем классика без Месси и Роналду, несмотря на то, что на стадионе Кампноу сидел я, но я следил за обоими матчами, мне кажется, это тоже показатель. Но зато классика возрождается, сто процентов, там молодые звезды теперь, и теперь они там, Мансу Фати, Венисиус и прочие люди, которых ты, имена которых ты не слышишь на стадионах в Брайтоне и в Бернеле, я вообще нет. Они, конечно, будут определять это будущее. Но перед матчем я спросила похожий вопрос, ну просто с прицелом, что главное ли противостояние Юнайтеда и Ливерпуля у Оуэна Харгривса, который уже почти наш постоянный эксперт перед матчами, он плотно сотрудничает с Премьер-лигой, поэтому периодически, в общем, в качестве гостя его нам на предматчу и включение дают. И он сказал, понятное дело, что он как человек, который столько лет поиграл за Юнайтед, не мог, наверное, сказать по-другому, но он говорит, что Юнайтед и Ливерпуль это исторически как бы в силу огромного количества вещей, там начиная от исторического противостояния городов, заканчивая, собственно, про разные эпохи в английском футболе, это было настолько важное противостояние сейчас, что самое важное чуть ли не в мире. Он говорил, что он играл, собственно, сам за Баварию, но ушел из Германии, собственно, в Англию именно для того, чтобы играть вот в таких крутых матчах. Ну, не знаю, возможно, в Германии уже тогда Бавария начинала становиться круче всех, и, в общем, там особо не было каких-то принципиальных моментов, но вот у легенд, хотя у какое еще мнение может быть у легенд английского футбола? Я думаю, что разве что вот у Линакера можно было спросить, который там, кстати, рядом с тобой тусил в воскресенье, потому что освещает испанский чемпионат для Англии, по-моему, чуть ли не амбассадор сейчас Ла Лиги в Англии, как-то, в общем, у него такое большое там представительство. Вот у него надо было спрашивать, да, англичанин, который играл за Барселону, вот его бы ответ о том, какое Дерби круче, при том, что он не играл ни за Ливерпуль, мне вот было бы интересно, конечно, услышать. Ну, в воскресенье бы он точно сказал, что классика самый важный матч, и вспомнил бы в сотый раз, как он хитрик на компновую Реалу забивал, ну, и был бы прав, он действительно сейчас мировой амбассадор Ла Лиги, и начал специально с классика, кстати, с игры, для которой придумали под этот матч свой собственный логотип, вот прям для отдельного матча, такого, по-моему, нету больше нигде, есть, ну, никнеймы, да, у Дерби. Ну, есть матчи всех звезд в... есть в других видах спорта, да, всякие хоккей, баскетбол и прочих, там, матчи всех звезд есть, такая специальная, там, это айдентика и брендирование, но вот, что они классика забрендировали, ну, мне кажется, понятно, название еще красивое, как бы там, Дерби северо-запада ты не забрендируешь, как бы, как-то, как-то максимально ярко. Дерби М-62, да, это сложнее будет. Мы до сих пор не произнесли имя главного героя матча, который все это время обсуждаем, это Мохаммед Салах, безусловно. Криштиану сейчас такое, что, подождите, не я главный герой? Как же так? Пора это сделать, потому что, мало того, что у него получился совершенно выдающийся индивидуальный какой-то перформанс в этом матче, но и, кажется, Мохаммед Салах прямо сейчас однозначно лучший игрок мира, потому что все последние несколько туров какой-то сумасшедший совершенно темп набора результативных действий, и особенно на фоне того, что, в принципе, пара последних сезонов, несмотря даже на то, что Ливерпуль там выигрывал титулы, у Салаха получилось не такие, наверное, яркие, как его первый сезон в Ливерпуле, ну и как-то попал в их слухи, что он тоже, тоже то ли в Реал может уйти, то ли еще куда-то, и вот как будто бы его эпоха, ну не то, чтобы начала подходить к концу, но вызывало меньше восторгов, а сейчас раз и все перезапустилось, и он просто показывает, насколько он круче, чем все, да, все, и Джейми Барди, которого мы посмели сравнить в предыдущем выпуске с Салахом, тут же получил травму, к сожалению, а Салах, значит, добавил еще три гола на свой счет, так что от Варди, мне кажется, он сильно оторвался, и вот здесь интересно было бы вот о чем поговорить, поскольку он не только Водфорду забивает, но и Ман Юнайтед, и Ман Сити, и все потрясающие голы, очень интересно, насколько вообще Мохаммед Салах может претендовать на золотой мяч, потому что у этой награды очень много несовершенств в регламенте, он вручается вроде в конце года и по итогам года, но при этом это половина сезона, если прямо сейчас мы все готовы за Салаха проголосовать, то нам напомнят, что вот был еще прошлый сезон, важны титулы, важны выступления вместе со сборными, но и кто-то там вот еще пару недель назад говорил, что Жоржини достоин золотого мяча, и если бы он выиграл например Лигу наций, то ему бы точно дали, а сейчас, ну вот сегодня, представляешь, подходит и спрашивает, кому отдашь золотой мяч, Салаху или Жоржини? Мне кажется, ты рассмеялась бы этому человеку в лицо, даже если бы это был сам Жоржини. Ты же знаешь, что я бы всегда отдала золотой мяч Жеми Варди, поэтому, несмотря на то, травмирован он или нет, но да, конечно вопрос риторический. тем более его. Интересно, может ли он получить свое признание, если он выиграет например только пример Лигу с Ливерпулем или например только Лигу чемпионов, потому что все-таки давайте будем объективными, с Египтом он не выиграет ничего, и даже там гол в ворота сборной России на чемпионате мира 2018 года не добавляет ему этих шансов. Как ты думаешь, что нужно сделать Салаху для того, чтобы мир его признал, пусть даже формально, в статусе лучшего футболиста? А Кубок Африканских Наций у нас не ближайший зимой? То есть, может ли он выиграть в январе-феврале? но после вручения награды к чемпионату мира все забудется уже. Да, учитывая, что чемпионат мира будет следующий в 22-м прямо перед вручением награды, а Кубок Африканских Наций будет сразу после вручения награды, то есть Салаху опять не везет максимально. Мимо, мимо. Правда, не знаю. Для меня золотой мяч, и как и в принципе любые индивидуальные награды в футболе, это очень эфемерная штука. То есть, мы понимаем вещи, которые считаются количественно, то есть золотая бута, золотая перчатка, как бы, это вот понятные вещи. Больше всего хоть триков и все что угодно. Но вот в такой ситуации всегда очень грустно про полузащитников и защитников, потому что как бы их вот мерить не очень понятно, но Магуайру можно давать какие-то награды за максимальное количество ошибок в последних паре матчей. Но это всегда очень эфемерно и здесь действительно решает еще какая-то публичность. То есть, мне кажется, я не знаю, что должны сделать Месси и Роналду, но рад до того, как они закончат карьеру, чтобы перестать попадать в топ-3. То есть, по факту, у золотого мяча есть там у тройки номинантов итоговых есть всегда одно вакантное место. То есть, и вот только в экстра каких-то ситуациях, когда совсем провальный сезон, они могут там не оказаться. Месси, с учетом того, что он наконец-то выиграл несчастный трофей с несчастной Аргентиной, как бы звучит для всех, как главный фаворит этого всего, хотя с Барселоной ничего не было, с Пассажирей сейчас тоже как бы особо результатов нет, даже голов нет в французском чемпионате. У Роналду тоже не пойми что. И не то, чтобы Салаху не хватает медийности. Но вот есть ощущение, что в золотом мяче очень много решают какие-то вот такие политические какие-то вещи. И я об этом спросила после матча Ван Дейка, который максимально близко подкрал, собственно, к этому мячу. И, собственно, он-то выиграл, почти выиграл его, насколько я помню, там буквально какое-то минимальное количество голосов. Он отстал в своем девятнадцатом году. На что я говорю, что надо сделать Салаху, чтобы выиграть, собственно, золотой мяч? Он говорит, что он точно его выиграет не в этом году, так в следующем. Ну, я понимаю, что это как командная солидарность. Он говорит, мы все понимаем, что как бы Салах самый крутой в общем футболист мира прямо сейчас. Поэтому даже если он его не выиграет, то ничего страшного. Все равно его тут все в Ливерпуле будем любить, ценить и уважать. И у меня есть подозрение, что, я уже повторяю сама себя, что Салаху может не хватать медийности, но отсутствие каких-то, не знаю, громких заявлений, интервью, появления в пышном пространстве простительно только Лео Месси, который как бы вот признанный гений, который может не давать интервью годами, быть максимально тихим и жить там у себя в общем в таком несколько дистанцированном от мире состоянии. Все остальные люди, которые были номинированы в последние годы, это люди, которые много говорят, которые много где появляются, которые много как-то и громко высказываются на какие-то темы. Салах этого не делает. Ну, в силу как бы своих каких-то личных причин. Я знаю мой коллега с ближневосточного телеканала BeIn, который ждет Салаха уже вот после каждого матча, после каждого хэт-трика и говорит, может быть сейчас он хотя бы даст на арабскую аудиторию, значит, на ближневосточную аудиторию интервью, но нет, как бы Салах даже вот этого не хочет делать, даже как бы на вот самую-самую своих, казалось бы, уже зрителей. Поэтому мне кажется, что если он продолжит так же круто выступать до Нового года, я думаю, что в тройку-то он впадет, но так как не было в этом году трофеев у Ливерпуля, то вот боюсь, что без золотого мяча. Если Требл и Ливерпуль выиграют в следующем сезоне, то возможно тогда да, а без этого боюсь, что никак. Хотелось бы верить, что все-таки может хоть и пары трофеев хватит, или одного действительно либо АПЛ, либо Лиги Чемпионов. Кстати, удивительно, что ты сказала по поводу того, что он не дает интервью даже арабоязычным средствам массовой информации, потому что он совершенно точно уже как-то утвердился в образе такого кумира для мусульманского мира и арабского мира. И, в принципе, его часто уже как-то... Скажем так, как раз таки он известен, при этом его умеренно используют в рекламе, потому что это не всегда идеальная практика как раз таки для арабоговорящего мира и мусульманского. Но, тем не менее, он точно герой. И можно было бы подразумевать, что, например, вручает награду в том числе FIFA, как она всегда любит делать, популяризирует немножко дополнительно, вот подтаскивает какой-то еще там очередной, третий, неосвоенный мир в свою футбольную реальность и этим как бы показывает, что мы вас тоже замечаем, мы вас тоже ценим и интересуйтесь футболом, смотрите футбол и давайте, несите сюда свои денежки. Вот. Такое тоже может быть, конечно, это было бы вполне в духе, но вот как будто действительно очень умеренно Салах эту свою популярность использовать. Но при этом, при этом, смотри, он же немножко уже теперь встроен в европейскую систему ценностей, и на днях появилась его узковая фигура в музее Мадам Тюссо. Ох! Я знаю, что ты, как экскурсовод и по Лондону думаешь об этом довольно-таки ужасном месте, просто спойлер, это сделано исключительно для туристов и не самое лучшее место, в котором стоит оказываться в Лондоне. Вот. Но зато его статуя восковая лучшая из всех, которых я видел в жизни, то есть они обычно не очень похожи, но вот здесь просто это какая-то прям полная копия. Я не сразу понял, где Салах, а где, в общем, его двойник. Если найдете фотку, сами в этом убедитесь. Ты думаешь, что у музея Мадам Тюссо есть какие-то инсайды, да, от FIFA, и что они готовятся к вручению Золотого Меча уже в этом году? Кстати, интересно тоже, что это было, в том смысле, что послужило каким-то сигналом, знаком для того, чтобы ему эту статую сделать и поставить. Ну, может быть, как ты правильно говоришь, может быть, просто большое количество туристов из мусульманских стран, из того же самого Египта, да, из каких-то там ближневосточных историй африканских. А если Салах для них кумир, то, естественно, как бы им же не с Роналдами там фотографироваться в конце концов. Еще одно мнение, которое нам по этому поводу пришло, Михаил написал, чтобы всерьез претендовать в следующем году на Золотой Мяч, в следующем году, нужно сохранить темп набора очков по голами передачам и выиграть АПЛ или Лигу Чемпионов. Ну, как будто самое такое, да, взвешенное и разумное мнение, надеюсь, что какие-то события, действительно, в частности, тот же Чемпионат Мира, который пройдет в очень необычные сроки, не затмит вот эту вот клубную историю, потому что, ну, слушай, я вообще всегда за то, чтобы Золотой Мяч наконец-то стали выручать, например, в каком-нибудь конце июля, когда просто абсолютное затишье, конечно, тогда придется из отпусков выдергивать людей, возможно. Вот да, это в этом проблема. И они не приедут. Ну, хорошо, в самом, не знаю, начале чего, в сентябре, когда, например, трансферное окно закрыто, думать ни о чем не нужно уже, все, сезон идет, вот сентябрь, давайте на сентябрь перенесем вручение наград, чтобы все помнили, как сезон закончился предыдущий и летние турниры тоже заодно учитывали. Ну, а что будет в 2022, мы уже сейчас вообще не понимаем, я даже с трудом представляю, как чемпионат мира будет устроен и будет ли там Салах, кстати, может быть, этого тоже не случится. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, Apple, Google, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, также мы выкладываем выпуски на YouTube, пишите там комментарии, ну, а главное, смотрите футбол ВОКО по годовой или ежемесячной подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников, Даша Конурбаева, всем пока. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok